Всем привет! Мы на объекте, который уже освещался. Здесь работает мастер Александр. Сейчас возьмем у него интервью. Данные видео я выкладываю буквально день в день, поэтому вы можете найти предыдущее видео, ссылочка будет, и посмотреть, что меняется за какое время. Сейчас я покажу в целом, что сделано. То есть у нас уже возведены стены с одной стороны, потолки, штукатурено, каркас. Сейчас это все поподробнее. Также здесь работал Дима, хотел его застать, но, к сожалению, не получилось раньше заехать. Дима уже сбежал. Выведены все водорозетки. Это все подзальется, подзальется. Здесь выход на стиральную машинку. Сейчас все с той стороны покажу. Так, и здесь у нас, здесь все-все, разводка сделана. А суть в том, хотя это Александр расскажет. Сейчас просто показываю, как все монтируется. Поставлю уже новую дверь. Все должно быть прекрасно, даже в стене, если никто этого не увидит. Александр, приветствую. Так, ну, а давайте с той комнаты поначнем с маленькой. Как вы помните, здесь была форс-раз шуба, сейчас уже все штукатурино. И мы прям пойдем по кругу. Давай начнем вот с окна. Я вижу, ты доложил, да, подлил уровень, все. Наполнение, стяжка под плитку, Оформление откосов. Вы выбрали такой вот вариант, потому что здесь наружное степень и окна. Здесь все стандартно. Параизоляция, каркас, гипсокартон. Вот кроме одной детали, это разделительная лента. Она позволяет блокировать отделочный материал. То есть монтируется до обшивки гипсокартоном, блокирует весь отделочный материал. Он не соприкасается с кирпичом. У нас формируется управляемая трещина. Если этого не сделать, трещина будет неуправляемой. Непонятно, как она может быть. А, но обычно чаще всего, я тоже, значит, сделал пару раз такое. Клеится лента, да, малярная. Да, малярная лента перед каждой операцией. И это не обеспечивает гарантию, что материал не попадет на кирпич. Всегда наплывы. А эта лента сохраняется до конца ремонта, после покраски срезается. А здесь по стене тоже, да, то же самое? Да, да. Везде примыкальники тщут через эту ленту. Это давно такая технология найдена? Месяц назад как-то искал, что на рынке появилось. И вот повезло. Супер. Так, здесь эта уже часть зачищена, так и останется, да? Да, да. Здесь оформлю окончание штукатурки. А здесь, кстати, переход как будет? Рваный какой-то край или ровный? Ровный сделаем через профиль, скорее всего. Ну, единственное, здесь вот плитка подойдет. То есть, мы здесь еще подумаем, скорее всего, не будем примыкать кирпичу, потому что поверхность криволинейная и не получится. А, здесь вообще вся стена будет в плитке, да? Да, вся стена плитки решили. Так, и низ тоже штукатурится. Штукатурка плитка. Все, ясно. Двигаемся дальше. Так, а смотрю, зашита пароизоляция. А в дальнейшем, что будет еще здесь? Какой потолок? Все. А, натяжной. Натяжной, да? Натяжной потолок, да. Ну, вот еще интересные детали. Это обрешетки пришлось сделать под направляйку. Здесь, вот видите, арочная поверхность криволинейная. И вот вышли с положения таким образом. Труба 40 на 40. Пятки самодельные. Обычно используют шляпный профиль. Но его в Петровиче нет. Только в Лерва продается. Ну, решил сделать сам. Я так понимаю, еще и покрашено, да? Да. Ну, и сантехническая шпилька по центру на Химанкера. Те, кто смотрит канал, давно видели предыдущий объект. Там, по-моему, не крашеные были, да? Сейчас покрасил, но черные. А, там черные. Здесь решил повеселее сделать и выбрал Бибра. Все понятно. Так, немножко раз Дима нет. За Диму. Что это у нас за выходи? Здесь будет какая-то помывочная, техническая. Вот. Что-то такое. Пока еще заказчик с окончательным вариантом не определился. Возможно, это я сделаю, да? Выложу плеской. Либо что-то лофтовое придумаем. Там изготовят, сварят конструкцию, поставят. Ну, не знаю. Вчера еще обсуждали, решения нет. Здесь столешница с двумя раковинами. Душевой бокс и стиральная машина. Монтаж батареи в конце. Все понятно. Ладно, идем дальше. А, туалет с этой стороны. А, здесь. Унитаз, унитаз. Здесь тоже будет. А это вообще что будет? Это кухня или что-то? Ванная. Это ванная. Здесь комод планируется. А, то есть это ванная комната. Принадлежащая к той квартире, в большей части. Так, здесь будет еще один, да, туалет? Здесь коллекторный узел, шкаф с дверцами. Дверцы будут со стороны коридора. Вот коридор. И маленький туалет гостевой с инсталляцией. А инсталляция где будет? Вот с этой стороны. А крепится как? Крепится к этой стене с переходом через трубу 40 на 20, потому что левый край инсталляции, он чуть-чуть выходит за крастью стеной. Все понятно. Так, дальше мы видим стену. Александр. Это уже студия. Да, то есть дело в том, что здесь будет разделяться, эта часть будет относиться к той большей части квартиры, а это будет отдельная студия с отдельным входом. Так, что у нас здесь? Здесь душевая кабина, вот с этой стороны, с полезной шириной 80 на всю ширину комнаты. Умывальник, унитаз, здесь батарея и стиральная машина. А что за материал? Штумоизоляция. Это потолок или стены? Стены между слоями гипсокартона будем приклеивать. Так, и эта стена тоже аштукатурится, да? Да, аштукатурится. Так, идем дальше. А, кстати, по поводу стен. Можешь что-то сказать? А, хотели же аквапанель ставить. Передумали? Ой, больной вопрос. Значит, у заказчика около 20 листов USB оказалось. Возникло желание сработать, сэкономить заказчику деньги. Как всегда, это неправильно, экономить не нужно. То есть, это не по технологии. USB можно крепить только в один слой, без дальнейшей облицовки гипсокартона. Почему? Потому что начинаешь его зенковать внутри труха. Во-первых, его прикрутить таким образом сложно. Он местами, соседний саморез крутишь, крутишь, скручиваешь, соседний отрывает его уже от каркаса. А второй слой, это вообще боль. То есть, прикручиваешь, он весь отрывается. То есть, вот одна стена, я на нее весь день потратил. И все, мы отказались от этого. От оккупанелей тоже мы отказались. Изначальная идея была частично под покраску в санузле. Тоже мы от этого ушли. То есть, все будет гидроизоляция от пола до потолка и пидка. Так, а два слоги паскартона? А вообще, пару слов про оккупанели. Когда ехал, хотел отснять. Я ни разу не работал. Чем-то хорошая оккупанель, чем лучше ГВЛ, допустим. Влагостойкость. Это вот критерий, то есть, точно гарантия, ничего не произойдет, если оккупанелями обшита влажная зона. Все понятно. Ну, здесь два слоя хорошей гидроизоляции, облицовка плиткой и все по технологии. Ясно. Так, еще вопрос по электрике. Смотрю опять, как суровая гофра, распаячные коробки. Нет, это не гофра. Ну, гофра, да. Металлорукав. А, это же металлорукав. Здесь площадь небольшая и вот решил шикануть. Как бы объем металлорукава требуется небольшой. Это когда большую квартиру делаешь, там полтора километра кабеля уходит. И очень дорого получается. Здесь же, ну, не знаю, сколько тут площадь. 30 квадратов. Не считал. А коробки сейчас? А, коробки. Ты опять же высверливаешь их, да, их? Да, но, покупал так же ВТМ. Но качество изменилось. Полщина металла толще. Она уже покрашена. То есть недостаточно просверлить. Ну, либо этих сверху ступенчика для... Обычно 20 миллиметров плюс салюты. Все как обычно. Максимально не горючий материал. Термоусадка тоже не поддерживает горение. Соединение буду варить призмой. Так, и смотрю, какая-то конструкция. Столик, что за столик? Можно пару слов? Интересно. Недели три искал себе столик для плиточных работ. Налит есть что? Пластик, типа польский кетер, да, там за 13-14 тысяч. Руби за 65 тысяч. Его случайно наткнулся на Кулибино из Ставрополя. Сергей Золотарев, есть страничка в Инстаграм. Значит, цена этого столика 15 тысяч. Если без лесенки 12 500. Значит, что он может? Полностью, если его сложить, его можно использовать как тележка. То есть перевозить материалы, если большого беда. Можно использовать как подмоски. То есть устанавливаешь. Изменяю обзорщик. То есть удобно в маленьких санузлах, новостройке, где невысокие потолки. Вот почему он придумал эту лесенку вообще. Его плиточники попросили, вот, работать с крупным форматом, взял и поднялся. Что еще может? Если работаешь с запилом под 45, столешница, можно отрегулировать угол, она поднимается, переставляется упор под плитку. То есть с этой стороны ее можно поднять, и с этой стороны зафиксировать. То есть если небольшой формат, то сайта здесь устанавливаешь пылесборник с пылесосом, чтобы не пылить. Да, и регулируется еще высота. Отлично. Вот, все удовольствия, 15 тысяч. Спасибо, спасибо за интересный обзор. Вот, хочу сказать, что это был экспромт. Мы не готовились, не репетировали. Я просто приезжал, видно, и заехал к Александру. Все, Александр, спасибо. Успехов. Обращайтесь к мастеру. Александр профессионал, как видите, супер тщательный человек. Все, всем удачи, до встречи на объекте еще раз попозже. Вы часто просите показывать объекты после, по завершению ремонта. И вот как раз тот объект, на котором мы познакомились с Александром, он мне как раз скидал недавно видео, поэтому вставляю это видео с его разрешения в конце. Заехал на предыдущий объект, позвонил заказчик, сказал, что ребенок разобрал эпичную кладку. Сейчас покажу. Пацану меньше годика, он приползает сюда и пальчиком расковырял. Задумал побег, видимо, в Монте-Кристо. Надо пацану показать другое место, где копать. Здесь стена фасадная, пятый этаж. Через соседей как-то будет перспективней. Да, и с инструментом нужно помочь.